Почувствовал, как хорошо очищается сердце, почувствовал себя болезненною, то есть человек чувствует легкость в себе теле. То есть очень приятно, что многие чувствуют процесс восстановления. Но пишут некоторые, что вот серьезное заболевание, я думаю, что у меня что-то должно произойти, пока еще не чувствую. Но в конце приписи, почему-то во время и после сеанса сильно болит голова, мучает бессонница, видимо, улучшения, но его нет. Значит, что могу сказать? Вот то, что вы берете симптомы, типа немножко головной боли и так далее, это связано с тем, что на ваш организм, всех сидящих здесь сзади, независимости, вы чувствуете в момент работы или не чувствуете в момент работы процесса, идет действие. И это действие, если немножко перегрузка, вы, наверное, наблюдали, что у кого перегрузка несколько больше, человек просто включается. То есть, наверное, это ничего страшного нет, человек возвращается все в порядке, если никаких последствий. Просто хочу еще напомнить вам. Процесс ваших заболеваний, если кого-то не есть, тем более серьезные заболевания, накапливались десятилетия, у кого больше, меньше. И, естественно, было бы наивно предполагать, что в течение одного часа, пяти минут это заболевание уйдет. Дело в том, что в результате воздействия на ваш организм запускаются механизмы восстановления вашего организма до нормы. Но этот механизм, он ведь ускорен в сотни, в тысячи раз, но все равно он имеет определенный интервал времени. У меня бывало так, пациенты, которым приходилось мне когда-то работать, прошли курс, допустим, пиомефритный процесс, почвы, воспалительный процесс, чтобы всем было понятно. Ну, провел курс, говорю, так и так, вот все. А у меня еще и попадут. Я говорю, понимаете, процесс идет. В течение полугода, даже вот мы с вами работаем, в течение полугода будут продолжаться процессы в вашем организме. И человек был недоволен. А когда через несколько, которое время сделал снимки, исследовал свои почки, то почки оказались здоровыми. То есть, опять-таки, связано не с тем, что нельзя вылечить, связано с тем, что у многих людей неправильное понимание, как идет процесс лечения. Я не занимаюсь сниманием симптомов, болевых симптомов. Боль снимать можно, но если просто только снять боль, оставить в самом заболевании, то это будет не польза, а колоссальнейшее зло, грех. Потому что боль – это сигнал о том, что идет какой-то процесс, организм борется. Убирается боль, организм никак не реагирует. То есть, то, кто снимает боль, я считаю, делает только зло. Моя задача не снять боль, а восстановить, по крайней мере, максимально подвинуть ваш организм в состояние здорового существования. Так что, поэтому, когда возникают такие симптомы, как головная боль, немножко бессонница, это часто сопровождается, когда человек получит чуть-чуть большую дозу. Если переборщишь, опять-таки, в зависимости от нескольких реакций, некоторых это вообще выбивает, не засыпает, могут спать сутками, а других это возбуждает очень сильно и не могут уснуть. Но это связано не только с реакцией, но и с теми процессами, которые происходят в организме. Что это? Сосуды мозга очищаются, естественно, если очистили сосуды мозга, кровоток усилился, естественно, процесс торможения еще не успели прийти к нормальному. Поэтому, как раз это замечательно, что ваш организм реагирует. И чем больше людей здесь сидящих получит, по крайней мере, от меня энергии для оздоровления, и их организм все-таки пойдет к здоровью, я буду рад. Лечение, в принципе, как вы понимаете, допустим, чтобы воздействовать на зал, здесь нет больших, правда, времени занимает не столько много, как вы думаете. Потому что идет воздействие, вот многие говорят, вот индивидуальное лечение, это хорошо, а в это я не понимаю, не верю и так далее. Могу сказать следующее, что мне приходилось, допустим, работать, вообще не видеть людей, которые находятся на тысячи километров, к примеру, в западном берегине. Человек вообще не подходил даже к телефону, просто мне говорят, что он что-то чувствует. Я чувствую, пошла реакция, положил трубку, и все, в течение полчаса идет ровно действие. Полчаса приходит, действие прекращается. Я этого человека еще глаза не видел. А он все прекрасно чувствует и так далее. Это не только Дальний Восток, Америка, любой континент, и не только на планете это возможно. Поэтому вы не думайте, что просто действительно еще очень мало понимания всех механизмов, которые вы здесь наблюдаете. Так моя задача заключается в том, чтобы вы поняли, по крайней мере, в результате тех лекций, встреч, которые мы с вами проводим, чтобы вы не попадались на профанацию. Потому что очень много людей, которых не интересует ни ваше здоровье, ни вообще познание человека, природы человека, природы, вообще их интересует только одно, вы понимаете что. И поэтому они, разъезжая, пользуясь тем, что люди стремятся получить дороги, хватая за сломинку, не дают ничего, и естественно возникает отрицательная реакция. И главное, я думаю, что неспроста делать, потому что выгодно, очень многим выгодно дискретировать все эти явления. Сказать, что это все шарлатанство, что все это бред, что это авантюристы-проходимцы, все это придумывают, делают. Но тем не менее, многие те, кто говорят сами, без всяких сомнений, пользовались, пользуются и будут пользоваться этими способами. И в оздоровлении, и не только оздоровлении. Потому что самое главное, открыть вам, в частности, живущим в этом городе, вообще живущим на земле, людям, необходимо знать, что есть каждый из вас. Что вы представляете? Зачем вы живете? Какие механизмы? Как вас могут использовать, в принципе, не желая вашей воли и с помощью вас творить свои черные грязные дела? Так вот, вам нужно знание, только знание поможет вам отличить зерна от плевных. Поэтому, понимаете, самое главное, чтобы вы, просидев на этом выступлении или на предыдущих, или на следующих, вышли с пониманием, что существует в природе то, что человек еще пока не все понимает, не все знает, но нужно это понимать, знать и именно стремиться к этому. Поэтому, когда я говорю, что мне жаль, что большинство спрашивают о своем здоровье, действительно, потому что здоровью помочь можно, тело можно вылечить, а кто вылечит душу? Ведь люди исковеркнут духовно, и болезни многие идут из исковеркнут души, и душа это более серьезно, чем организм, и многое зависит от души в вашем организме, в вашем теле. Лечить душу, в первую очередь, нужно. Те, кто находятся в зале, я максимально то, что возможно, сделаю, помогу и так далее. Значит, не думайте, что если вы сидите в зале, значит, на вас идет плохое воздействие, недостаточное воздействие, или что-нибудь в этом роде. Могу сказать, что приходилось работать с большими аудиториями, и даже не нужно бывает видеть человека, чтобы с ним провести сеанс. Мне приходится, допустим, в Москве порядка в день раздается порядка 100 звонков с разных концов страны, и не только страны. Приходится работать, бывает, на расстоянии несколько тысяч километров с людьми, и при этом работа не идет так, как вы считаете, индивидуально. Работа идет индивидуально, но не по тому пониманию, которое есть у вас. Я понимаю, что, опять-таки, что когда вам человек, врач, к примеру, уделяет время, внимание, это естественное желание человека получить от другого человеческого тепла. Тепло, внимание, забота. Но в силу того, что время, к сожалению, в сутках всего 24 часа, то это не всегда бывает возможным. Выделить время. Лучше, я опять-таки считаю, что подготовить людей, научить людей делать то, что делаю я, это было вполне возможно и вероятно. Вот здесь как раз поступило довольно-таки много записок, которые тем или иным образом затрагивают эту тему. То есть тема, возможность обучиться тому, вот что я показываю, что я делаю и тому подобное. Значит, что могу сказать? Значит, все зависит не только от меня, но и от вас. Ну, тут вопросы остались по диагностике. Может, что вот, что пишут, что после моего сеанса, значит, головные боли, тогда давление в области печени, головы, печени, ощущение в области печени, давление в области головы, тревожный сон, поверхностный. Это связано с небольшой перекрым русской, как я уже говорил. Ну, проснулся в очередной раз, я, как увидел, как будто ваша рука над своей головой, после чего долго не могла уснуть. Дело в том, что такие вещи возможны, это не связано с тем, что вот, вот, голова побаливает, печень. Просто в вашем организме прошли процессы, гурные процессы, а любой процесс, он имеет, так сказать, немножко и может быть болезнью, поэтому вы не должны пугаться. Вы, возможно, говорите, что увидели мою руку, возможно, другие влияния и так далее. Для того, что бывает часто, что вот, когда я работаю с людьми на расстоянии, которые они никогда не видят, они меня начинают видеть, когда я работаю с ними, вот, как вот я выгляжу полностью. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Вы могли вполне увидеть, вы скажете, а почему она ее увидит, а вы подумали, думали об этом. А стоит программа такая, что если человек подумал, по помощи просил, те, кто присутствует в зале, тому идет помощь. Так что вот в чем дело, мне удивляйтесь. Значит, хочу сказать следующее, что вот некоторые говорят, ну, допустим, шея побаливала вчера после того, что работали. Для того, что большинство сидящих здесь, опять-таки, существует всем известного стихандроза, сложение солей на позвонках. Поэтому, когда идет действие, естественно, идет разрушение солей, соли плавятся, выходят. Продолжение следует... 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 Так вот, существует в принципе точно так же 4 основных типа реакции. Одни чувствуют холод, другие тепло, третьи движения, четвертые вибрации, к примеру. То есть существует несколько типов реакций, и эти реакции связаны с типом нервной системы. И именно эта реакция позволяет определить, в зависимости от типа нервной системы, приходится подбирать каждому имеющему такую систему свое воздействие. Но вы понимаете, что у каждого, не существует человека 100% коллегика или сангвеника, существует комбинация качеств, смеси. Поэтому у многих возникает комбинация каких-то ощущений, и это естественно, это нормально. Возможно возникать некоторые болезни, такие проявления, как может кого-то давить, обувь, спи, лба. Просто это связано с тем, что я очищаю спинно-мозговую жидкость вашего организма, мозга, выложу их шлаки. Чаще всего при этом вскрывается комбинация, переносится и начинает стекаться. Пускай это не уделяет вас. Значит, все, кто сейчас сидит в зале, просто постараюсь снять вот эти небольшие активные моменты, которые все-таки возникают, потому что у каждого из вас индивидуальность. Не существует одинаковых людей, не существует одинаковых реакций. Поэтому сразу все эти реакции здесь невозможно, как и у вас есть. Значит, у тех, кто у вас сохранилась боль, сейчас я пошлю импульс энергии, чтобы от боли-то ушла, чтобы вам стало легко, свободно, чтобы не было никаких нагрузок, чтобы тело вам полностью подчинялось, чтобы вы чувствовали свое тело молодым, здоровым, активным, чтобы усталость полностью исчезла, никакой боли, ничего нет.